Курение и распитие о спиртных напитках в общественных местах запрещены. За соблюдением порядка следят сотрудники полиции, а им помогают дружинники. Если вы не знаете, кто эти ребята, сейчас расскажем. Народная дружина в Белгороде была создана в 2020 году в рамках реализации федерального закона об участии граждан в охране общественного порядка. В их обязанности входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции. Как правило, работа добровольцев особенно заметна во время проведения массовых мероприятий или летом, когда многие горожане предпочитают отдыхать и веселиться на свежем воздухе. При понарушении дружинники содействуют, именно проводят профилактические беседы с данным гражданином. Если становится ситуация, где нужно оказать содействие сотруднику полиции при задержании, они, соответственно, оказывают. Но в первую очередь они должны очень хорошо анализировать ситуацию, прежде чем сделать физические действия. Патрулирование улиц и дворов дружинниками – положительный опыт советского прошлого. Тогда людей с красной повязкой на рукаве уважали и звали на помощь в случае беды. Сейчас доверие к добровольным помощникам полиции постепенно возвращается. Раньше был везде порядок, все было хорошо. Ну, к этому относились серьезно, положительно отношусь. Они же не просто ходят, их же, наверное, как-то инструктируют, смотрят, замечают то, что, может, мы даже и не видим. Ну, так положительно отношусь. Главная их работа и зачем вообще нужны дружинники, как ты думаешь? Следить за порядком в городе, помогать полиции, потому что полиция не всегда может тут следить за чем-то. Я отношусь к дружинникам отлично, у меня там друзья работают. Михаил Пахалюк недавно стал дипломированным мастером по ремонту инженерных систем коммунального хозяйства. У молодого человека обостренное чувство справедливости, поэтому пришел в ДНД. Сейчас планирует поступать в правоохранительный колледж. Мне подсказал об этой работе брат, он бывший сотрудник, сказал, что вот есть ребята, которые также помогают общественности, выступают в качестве охраны на мероприятиях. Довольствие денежное у них неплохое, поэтому, говорит, можешь просто сходить, узнать, вдруг понравится. Я здесь уже больше года нахожу эту работу. В моментах она опасная, но и в моментах интересная как бы лично для меня. Смелость, ответственность, быстрота реакции, стрессоустойчивость и коммуникабельность – вот главные качества сотрудника добровольной народной дружины. 15% команды – это девушки. По работоспособности они ничуть не уступают парням. Анна Гринь по образованию юрист. Днем она работает в офисе, а вечером выходит на патрулирование улиц и следит за соблюдением порядка. Анна с волнением вспоминает свое первое дежурство. Первое дежурство волнительно, но всегда находились дружинники, которые помогали, объясняли, как заполнять рапорт. Потом уникаешь, как нужно заполнять, работать, и уже в дальнейшем даже я начинала помогать. Сейчас в городском штабе добровольной народной дружины около 200 сотрудников. Вступить в их ряды может любой желающий. Главное условие – это возраст от 18 лет, отсутствие судимости, потенциальный сотрудник не должен состоять на учете у нарколога и психиатра. Не менее важно неравнодушие и желание жить в городе добра и благополучия.